В северных районах начали подсчет ущерба от удара стихии. В Минсельхозе Республики прошло селекторное совещание. Обсудили основные проблемы и меры поддержки пострадавшим из-за непогоды у Луса. О том, что делается и что предстоит, выяснял Виталий Абрамов. Все эти дни в пострадавшие районы Абыйского Луса забрасывалась помощь с применением вертолетов. Было сделано несколько рейсов, которые доставили нефтепродукты, комбикорам и зернофураж для подкормки животных. 10 тонн тарированного бензина, 4 тонн зернопуража, 5,5 тонн комбикорма и 500 кг кормовой соли. Работало два борта вертолета Ми-8. На данный момент вертолеты перебазировались в места. Один в Среднеколымске, другой в Верхоянске. И вот как погодные условия позволят, они начнут буквально завтрашний или после завтрашнего дня в Среднеколымске Лус. В Лусах продолжается работа по пробивке и расчистке дорог от снега в населенные пункты. Параллельно подсчитываются потери от падежа и сколько придется отправить на вынужденный забой. На сегодня у нас забой крупного рогатого составил 103 головы, головы, лошадей составило 194. На сегодня зафиксированных комиссиями веду управления и специалистов сельского хозяйства поддерживало лошадей составило 12 голов. На сегодняшний день забита молодняка 223 головы, ремонтного поголовья 143-145, то есть всего забой определен 368 голов. Также ведется поезд нескольких потерявшихся табунов, лошадей. В более лучшие места падбища перегоняются стада оленей. Метеорологи сообщают, что на неделе погода на северо-востоке не преподнесет новых сюрпризов. У нас влияние восточных глубоких циклонов сейчас прекращается. Начинается устанавливаться близкий к зимнему режим температуры. Если прошедшая неделя в центральных районах было на 2-3 градуса теплее нормы, а на Колыме было пока еще очень тепло, большие отклонения, то сейчас мы начнем возвращаться к норме. К середине недели в пострадавший район должна вылететь рабочая комиссия во главе с первым зампредом правительства республики и специалистами профильных ведомств. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.